Это Медуза. Подпишитесь на наш подкаст, мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также зайдите на сайт getsignal.news, чтобы подписаться на имейл-рассылку сигнал. Этот эпизод об особых отношениях с телевизором, причем отношениях как россиян, в том числе тех, кто его не смотрит, так и российских властей. В конце 2023 года Общественный совет при российском цензурном органе Роскомнадзоре подводил итоги года и составил планы на будущее. Выступавший там директор компании «Медиаскоп» рассказал, что на телевидение приходится 41% всего медиапотребления россиян, то есть из каждых 10 медиаконтактов 4 с телевизором. Это внушительный показатель, но не самый главный. Для власти гораздо важнее, что телевизор гарантированно есть в каждом доме. Еще Борис Ельцин в своей книге 1994 года «Записки президента» подчеркивал, цитата, «Останкино это почти как ядерная кнопка», конец цитаты. Нечто чрезвычайно опасное, дающее огромную власть и требующее неусыпного контроля. В книге «Олигархи. Богатство и власть в Новой России» Дэвид Хоффман описывает разговор Владимира Путина и Бориса Березовского, случившийся в конце 2000 года. Путин заявил, что хочет лично руководить ОРТ, это то, что позднее станет Первым каналом, потому что, цитата, «сигнал ОРТ принимают на 98% территории России в 98% домов россиян», конец цитаты. Березовский в ответ заявил, что Путин хочет лично контролировать все средства массовой информации в России. В ответ совсем еще недавно выбранный президент встал и вышел. Через несколько месяцев Березовский продал свои акции ОРТ Роману Абрамовичу и уехал из страны. За последующие 20 лет российское телевидение сильно изменилось. Телеканалы так или иначе перешли под контроль государства, эфир стал более структурированным, предсказуемым, ритуализированным и идеологизированным. Но именно телевизор остался центром потребления и даже укреплял свои позиции в трудные времена. Например, в 2019 году телевизор среднего россиянина работал 5,5 часов в сутки, а в 2020 год локдаунов – почти по 6 часов в сутки. Телезрителей постепенно становится меньше, а их средний возраст неуклонно растет. Всех что-нибудь раздражает. Ни пропаганда, так крикливость участников так называемых аналитических передач. Ни медный пафос игровых шоу, так голос футбольного комментатора. Но даже раздражаясь, все равно смотрят. Потому что это не просто медиапотребление, а ритуальное действие. Да, несмотря на бурное развитие других медиа, по этой части конкурентов у него все еще нет, по крайней мере в России. Новогоднее президентское обращение – характерный, но далеко не единственный пример проявлений телевизионной реальности. Хотя оно из года в год остается очень рейтинговой телетрансляцией, его ритуальная значимость преувеличена. Да и саму традицию завели сравнительно недавно, она стала ежегодной лишь при Путине. В 2019 году телеобозреватель Арина Бородина составила актуальный сегодня обзор телевизионных ритуалов россиян. Кроме новогодних речей президента, россияне, например, любят парады, включая празднование в 2017 году Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Огромное внимание россияне уделяют спорту, как крупным событиям вроде Олимпиады или Чемпионата мира по футболу, так и своим видам, в частности фигурному катанию. Спорт легко сдвигает новогоднее поздравление президента, вызывая не только ритуальный, но и реальный интерес. Среди других телевизионных ритуалов Евровидения, но только когда Россия в нем участвовала, именно факт участия, а не призовое место, привлекает внимание. Со спортом то же самое. Так называемая «наша» Олимпиада и участие где-нибудь российских спортсменов обеспечивает серьезный интерес, а вот телерейтинги других Олимпиад и тем более международных соревнований без россиян гораздо ниже. Присутствие «наших» сплачивает телезрителей. Сплачивает здесь ключевое слово. Эмиль Дюрккейм, один из отцов социологии, работавший еще в XIX веке, то есть до любых телевизоров, ввел термин «коллективное сознание» и предположил, что именно ритуалы, мифы, верования оживляют коллективные чувства и делают общество сплоченным. Рейтинговые передачи и лица с большими телерейтингами – это скрепы, формирующие коллективное сознание, коллективную идентичность россиян. Сама по себе пропаганда, хотя ее эффективность с февраля 2022 года растет, не является такой скрепой. А вот, например, Путин как личность, да, его появление или упоминание моментально привлекает внимание. Причем, как это известно журналистам, Путин в заголовке делает любой материал гораздо более читаемым. Он персонифицирует коллективную личность, и в свете этого путинское желание лично управлять ОРТ кажется не безумным, а естественным. А его ежегодная традиция обращаться к народу на Новый год более чем логично. Вы наверняка слышали, что телевизор формирует альтернативную реальность, упрощенную и приглаженную. Так-то оно так, но скорее альтернативными стоит считать все остальные. Кого не показывают по телевизору, тот не настоящая публичная фигура. Про что-то мне рассказывают, того как бы нет. Если о событии или идеи написали, скажем, в сигнале, то это событие или идея признана существующей и заслуживающей по меньшей мере внимания аудитории сигнала. А если о чем-то рассказали по телевизору, оно обретает общую реальность. Вне зависимости от того, видели ли вы это, написал ли об этом сигнал, Медуза, Докса, русская служба Би-Би-Си или кто угодно еще. Другими словами, легко себе представить телевизор как семейный центр и главную национальную скрепу. Но на деле это нечто большее. Это фабрика по производству и закреплению таких скреп. А если я не смотрю телевизор? Смотрите вы его или нет, абсолютно не важно. Здесь стоит вернуться к Дюргейму. Коллективное сознание, объединяя общие верования и чувства тысяч или даже миллионов людей, вместе с тем имеет собственную жизнь. Взять школу. Из бесконечного разнообразия окружающего мира мы благодаря школе не только узнаем о физических законах, но и обретаем общий культурный багаж. Мы – это те, кто знают, у кого был дядя самых честных правил. Единая сетка телевещания точно так же программирует общество, а заодно создает впечатление коллективного опыта. Все смотрели новости, все слышали про важную передачу, все собрались перед елкой, включили телевизор и не открывали шампанское, пока не прозвенели куранты. Такое программирование не означает, что зрителям покажут Путина, продолжат Путиным, а затем после Путина добавят еще немного Путина. Телевещания, а также его обсуждения объединяют и еще долго будут объединять все аспекты коллективного сознания россиян. Это и спорт, и любимые фильмы, и выступления популярных артистов, и ежедневные новостные передачи, тоже замкнутые на общих элементах коллективного. Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, стратегия «не смотреть телевизор» проигрышная, пока остальные этот телевизор продолжают смотреть. «Несмотрящий» теряет связь с общей идентичностью, становится неадекватен обществу, что, впрочем, может быть как раз целью. Нежелание тратить время на пропаганду можно понять, но остальных элементов коллективного сознания там по-прежнему гораздо больше, даже с учетом последовательной зачистки телевидения. И во-вторых, несмотря на снижающуюся популярность и старение типичного зрителя, телевизор с нами еще надолго, а вот смена ему подрастет не так быстро, как хотелось бы. Популярные площадки в большинстве своем персонализируют выдачу контента, разрушая коллективную идентичность. Иногда формируются новые, их называют цифровыми племенами. Такие племена объединены общими интересами, но их коллективное сознание редко можно сравнить по масштабу с национальным. Да и такого острого ощущения единства потребления в цифровых племенах не бывает. Нечто похожее можно наблюдать разве что иногда в трендах Ютьюба. Впрочем, для существующей власти, у которой телевизор остается главным инструментом формирования общей идентичности, и такие племена опасны. А так как их не выкупишь у владельца под давлением, как в случае с Березовским, то неудивительно, что зарубежные СМИ и социальные сети объявляются вне закона. Ничто не должно мешать сплочению нации. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Есть распространенное заблуждение о том, что фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» с момента его выхода в 1976 году ежегодно показывали по телевидению на Новый год. Это не так. С 76 по 91 картину показывали по телевизору всего 9 раз. С середины 90-х новогодние показы стихийно возобновились, а в нулевых первый канал присвоил себе эту новогоднюю традицию и уже с тех пор старался ее не нарушать. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигналсобакамедуза.io Субтитры создавал DimaTorzok